Здравствуйте! Вы смотрите программу событий в студии Виктория Шарея. Сегодня в выпуске. Главная задача – гармоничное развитие ребенка, поддержка его талантов и инициатив. Глава Самары Елена Лапушкина приняла участие в ежегодной конференции работников образования. Проверили уклон дороги, оценили качество нового полотна и провели съемку его геометрических размеров, как в Самаре проходит приемка дорог после ремонта. Вернуть 20 или 40 тысяч за поездку в Россию стартовала программа осеннего туристического кэшбэка. Интерактивные площадки, уроки грамотности, необычные арт-объекты, чем в этом году удивляет самарцев Волга-фест. Начинаем выпуск с сообщения о пожаре. По предварительной информации, на Чернореченской 8 загорелось двухэтажное строение. Сотрудники МЧС ликвидируют возгорание, подробности уточняются. Глава города Елена Лапушкина приняла участие в ежегодной конференции работников образования. Встреча с педагогами прошла в 68-й Самарской школе. Как учителя готовятся встретить новый учебный год и какие задачи поставлены перед педагогическим составом со стороны администрации города, расскажет Ольга Павлова. Более 450 педагогов, большинство из которых заслуженные работники образования. Августовская конференция собрала руководителей общеобразовательных учреждений в 68-й Самарской школе. В этом году учебные недели будут начинаться с поднятия государственного флага. Особое место в образовательном процессе займут уроки патриотического воспитания, классные часы, просмотры фильмов и другие форматы, которые коснутся изучения истории нашей страны. Перед педагогами стоит главная задача – гармоничное развитие ребенка, поддержка его талантов и инициатив, в том числе и в рамках действующих во многих самарских школах, волонтерских отрядов, спортивно-туристических клубов и краеведческих объединений. Продолжится работа и в рамках нацпроектов «Демография и образование». Сегодня на первый план во всем мире выходит финансовая грамотность. И знание ее основ – это залог успешного развития каждого человека. Мы должны использовать все возможности, чтобы с детства прививать школьникам умения и навыки в финансовой сфере. Перед руководящим составом и педагогами самарских школ поставлена задача проведения уроков по безопасности. Кроме того, как отметила глава города Елена Лапушкина, 1 сентября дети должны прийти на чистые, ухоженные школьные территории и в уютные классы. Наш с вами город, он общий, и мы все вместе несем за него ответственность, за его благоустроенность, за его санитарное содержание и за его красоту. Чем раньше мы будем говорить об этом детям, тем, наверное, меньше проблем у нас с вами будет и в дальнейшем. В этом учебном году за парты сядут 128 тысяч самарских школьников, из них почти 15 тысяч – первоклассники. В 34 образовательных учреждениях Самары перед 1 сентября провели капитальный ремонт пищеблоков и обеденных залов. Еще в 31 учреждении капитально отремонтировали кабинеты, спортзалы, прачечные, кровлю, ограждения, обновили материально-техническую базу. В новом учебном году впервые для ребят откроет в свои двери второй корпус 26-й самарской школы. Он рассчитан на 850 учеников и 75 дошкольников. Такие показатели, считает руководитель департамента образования Ирина Каковина, удалось достичь благодаря слаженной совместной работе сотрудников образования с администрацией города. Образование – это командная задача, безусловно. Ничего никто не сделает в одиночку. Тем более с теми целями и задачами справиться, которые поставлены, стоят сейчас перед нами. Конечно, общаясь на конференции, смотрим друг другу в глаза, надеемся и поддерживаем друг друга. Это очень важно для каждого руководителя, который присутствует у нас на конференции. Новый учебный год для юных жителей Самары начнется без коронавирусных ограничений, отметили на конференции. Но все школы по-прежнему оснащены средствами дезинфекции и устройствами обеззараживания воздуха. Торжественные линейки в этом году пройдут для первых и одиннадцатых классов. Для остальных будут организованы классные часы. Ольга Павлова, Константин Головин. События. Город готов к холодам на 88%. Промежуточные итоги подготовки к отопительному сезону подвели на еженедельном совещании в Департаменте городского хозяйства и экологии. В этом году плановых участков перевооружения тепловых сетей 12. Однако к ним добавились дополнительные объекты. Михаил Ермоленко узнал подробности. В этом году во время подготовки к отопительному сезону в Самаре модернизируют теплотрассы на 12 объектах. На сегодняшний день на шести из них работы полностью закончили. На участках также восстановили благоустройство. На четырех объектах работы близятся к завершению. Также службы продолжают активно трудиться на двух объектах со степенью готовности 70 и 40%. Это теплотрассы на улицах Солнечной и Маломосковской. На теплосетях собраны временные схемы подачи горячей воды, и с ней проблем не возникает. На еженедельном совещании в Департаменте городского хозяйства и экологии отметили, что сейчас готовность жилого фонда, объектов культуры, спорта и образования к отопительному сезону более 90%. Как и в прошлые годы, особое внимание уделяют теплотрассам и вскрытиям вблизи детских садов и школ. Сейчас на некоторых участках все еще трудятся специалисты. Но к началу учебного года закончат работать. Поставлена задача, вопрос по школам. Все с горячей водой, все пущены. Вопрос по вскрытиям. Есть шесть адресов, где есть было вскрытие. Это мы на сегодняшний день, 29 числа, в полном объеме будем сделаны. В этом году, кроме 12 запланированных теплотрасс, добавили еще 8. Их модернизацией занимается одна из ресурсоснабжающих организаций. На этих участках уже работают специалисты. Пока точные сроки окончания работ неизвестны, объем достаточно большой. Но, как отметили в профильном департаменте, на начало отопительного сезона этот фактор не повлияет. Снабжение горячей водой здесь организуют по временным схемам, по опыту прошлого года. В данной ситуации будут собраны временно обе трубы, так как мы работали по нововокзальной. Мы начали работать от московского до этого, начали, вывесили трубу, собрали две трубы, и мы заканчивали работу там в декабре. Но было полноценное отопление в данном случае обеспечено. Вот один к одному точно так же и будет. На сегодняшний день по плановым перекладкам труб на теплосетях город подготовлен к отопительному сезону на 88%. Работать закончили на таких основных крупных объектах по улицам Молодогвардейской, Самарской, Рабочий и Металлистов. Михаил Ермоленко, Николай Епифанов. События. В Самаре ведется приемка дорог от ремонтированных по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги». Сегодня проверку прошла проезжая часть на улице Третий год Пятилетки в поселке Забонской. Ремонт был проведен на участке длиной порядка 1,3 км. Специалисты курирующего ведомства проверили ровность покрытия проезжей части, продольный и поперечный уклон дороги, а также объемы выполненных работ. Кроме того, замерили ровность установки люков смотровых колодцев относительно покрытия проезжей части. Ранее образцы асфальтобетонного покрытия прошли лабораторные испытания. Как отметили специалисты, дорога соответствует нормам и замечаний по качеству ремонта нет. Срок гарантии нового полотна составляет два года. На сегодняшний день объем работы выполненных по нацпроекту 98%. Также в рамках данного контракта ремонт завершен на 16 адресах. Недавно был закончен ремонт на улице Свободы. В настоящий момент ведутся работы по восстановлению верхнего слоя покрытия на улице Алматинской и улице Парадной. 25 августа в России стартует осенний этап туристического кэшбэка. Он уже седьмой по счету за историю существования программы. Участвуют морские, речные и железнодорожные круизы. В этот раз есть новое введение. В поездку должны войти не две, а три ночи в отеле. А за путешествия на Дальний Восток можно вернуть не 20, а 40% от стоимости тура. С подробностями Светлана Кудрявцева. Уехать в отпуск и получить приятный бонус. В России стартовал очередной этап туристического кэшбэка. Заучаствовать могут все регионы. Главное условие – оплачивать тур-карты МИР. На нее автоматически вернутся 20% от стоимости, максимум 20 тысяч рублей. А для регионов Дальнего Востока при бронировании напрямую возврат составит максимум 40 тысяч рублей. Ограничений по количеству туристов в одной поездке нет. Кроме того, и сама стоимость поездки тоже может быть любой. По информации Ростуризма, на осенний этап программы выделили 3 миллиарда рублей. Бронировать можно с 25 августа до 10 сентября. Уже начинать бронировать, да, буквально на днях. Сама поездка возможна с 1 октября до 25 декабря. Можно бронировать круизы до конца навигации. Ну и раньше было от двух ночей, сейчас от трех ночей. Все хотят, конечно, на море. Этот сезон показал высокие цены, мало предложений. Но как бы вот сейчас активизировались продажи на наш юг, когда цена упала и стала более доступна. У путешествий в межсезонье есть свои преимущества, отмечают представители туриндустрии. Это не только выгодная цена, но и менее загруженные популярные туристические места и более широкий выбор отелей. Появилось много направлений, которые раньше были, ну, как бы, мало развиты. Ну, тот же Алтай. Я встречал чартерные рейсы на Алтай, на Байкал, Карелия. Калининград сейчас стал популярным, потому что у многих Калининград ассоциируется только как экскурсионное направление, но там есть полноценное море, это Балтика. Одним из самых популярных направлений сейчас является Северный Кавказ, особенно Дагестан. Он стал этим летом лидером по росту турпотока среди экскурсионных направлений в стране. По оценкам туроператоров, в этом году выросла популярность комбинированных туров, в рамках которых туристы посещают, например, Петербург и Карелию, Москву и города Золотого кольца, Дагестан и Чечню. Аэропорт Курумыч, кстати, в сентябре возобновляет рейсы из Самары в Махачкалу. Первый рейс в столицу Дагестана запланирован на 10 сентября. Набирают популярность в России и путешествия на поездах, железнодорожные круизы. Купе оборудованное как отель, полностью со всеми удобствами, шикарной мебелью, обстановкой. Конечно, они дешевые, но вот можно будет так путешествовать, например, выезжая ночь в дороге находиться, а днем в определенных городах будут уже какие-то экскурсии. Есть из Ростова-на-Дону, в основном из Москвы, из Самары пока таких нет. Для самарцев, которые предпочитают отдых за границей, остается не так много вариантов с прямым вылетом. Многие путешествия придется организовать с пересадкой в столице. Из Самары, как всегда, лидирует Турция за границей. Египет начинается с сентября, из Самары прямые рейсы. Эмираты. Все остальные направления будут через Москву. Ну вот, могу порадовать наших туристов. Открыты вылеты уже в Таиланд с осени, из Москвы, естественно. Но факт тот, что уже они открыты, несмотря на то, что это будут регулярные рейсы. Отменен в Тай-Пас, так сказать, анкета, которая сложно заполнялась, не всегда подтверждалась. До 30 дней пребывания, безвизовое пребывание в Таиланде. Примерные цены, ну, порядка 90-90 тысяч на человека. Тем временем российские туроператоры готовят авиамаршруты на курорты Карибского моря и Юго-Восточной Азии через Турецкую Анталию. Обсуждают организацию прямых рейсов из разных городов – Самары, Екатеринбурга, Минеральных вод, Сочи, Новосибирска. Сначала в Турцию, а оттуда на Карибы, в Таиланд, Вьетнам и другие страны. Сейчас добраться до Карибского бассейна и Юго-Восточной Азии почти невозможно. Поездки в Доминикану через Анталию уже есть в продаже. Стоимость туров от 368 тысяч рублей за двоих на две недели. Сюда входит одна ночь в Анталии, 11 ночей в Доминикане и две ночи в полете. Зато, по информации представителей туркомпаний, дешевле всего россияне могут отдохнуть этой осенью в Абхазии. Недельная путевка в сентябре обойдется примерно в 26 тысяч рублей. В Красноярском и Ставропольском районах Самарской области прошли антитеррористические командно-штабные учения. Привлекались силы и средства ФСБ, МВД, МЧС, Росгвардии, Федеральной службы охраны, Средневолжского линейного управления МВД на транспорте и Минобороны. Отработали алгоритмы реагирования сил и средств на террористические угрозы по нескольким сценариям. Вооруженные нападения на объект образования, обнаружение подозрительного предмета с признаками взрывного устройства. Поиск избежавшего преступника и другие. Участвовавшие в учении подразделения межведомственной группировки продемонстрировали высокий профессионализм и эффективность управленческой деятельности, сообщает пресс-служба областного управления ФСБ. Далее коротко о других темах дня. С начала года многодетным семьям выплатили более 45 миллиардов рублей на погашение ипотеки. Размер выплат составил до 450 тысяч рублей. Их получили более 100 тысяч семей с тремя и более детьми. Об этом рассказали в госкомпании «Дом.РФ», являющейся оператором программы. Чаще всего в этом году выплату оформляли в Чеченской республике, Московской области и Республике Башкортостан. В среднем, благодаря компенсации, платеж по ипотеке уменьшается на 20%. С конца 2019 года, когда мера была запущена, ей воспользовались более 350 тысяч семей. При этом около 17 тысяч полностью погасили кредит. Заявку на компенсацию можно подать через личный кабинет на госуслугах. Минстрой России планирует простимулировать жителей ставить счетчики газа и сделать невыгодными махинации с приборами учета. Министерство разработало поправки в правила поставки газа для нужд населения. В них предусматривается введение повышающих коэффициентов при расчетах за газ для тех, кто должен был, но не поставил прибор учета, а также для тех, кто попытался скрутить показания счетчика. Выявление случаев использования магнитов, врезок и прочего вмешательства в газопроводную сеть повлечет перерасчет объема потребления по максимуму, как будто человек использовал газ на максимальную мощность 24 часа в сутки. Если прибор учета выведут из строя, то газовщики также пересчитают показания по нормативу потребления. Предполагается, что изменения вступят в силу с марта следующего года и будут действовать 6 лет. В Самаре до конца года планируют начать строительство нового инфекционного корпуса областной клинической психиатрической больницы. Клиника ведет свою историю с 1888 года, сейчас там 1370 коек, более 20 отделений, включая детское, отделение интенсивной терапии и реабилитационное отделение. В соответствии с нормами здравоохранения пациенты психиатрической клиники, которые страдают инфекционными заболеваниями, должны быть размещены в отдельном здании. Больные, у которых выявлен туберкулез, должны проживать в другом, тоже отдельном корпусе. Сейчас это ветхое здание, отремонтировать которое невозможно, поэтому на территории клиники возведут инфекционный корпус модульного типа на 24 койки. По плану здание будет построено в 2023 году. На эти цели планируется направить из областного бюджета 130 миллионов рублей. Самарский Волгафест продолжает радовать своих гостей яркими концертными программами, мастер-классами и выставками. На тематических площадках каждый может найти что-то для себя, независимо от пола и возраста. О том, как проходит самый Волжский фестиваль, расскажем в следующем сюжете. Старая набережная Самары превратилась в огромную арт-площадку. Перформансы, мастер-классы, лекции, концерты – все это ждет жителей и гостей города на Волгафесте. В этом году фестиваль посвящен теме детства. В каждом из дней организаторы выделили три времени и три настроения. С 12 до 16 часов – время созерцания, когда можно прогуляться и увидеть арт-объекты. С 16 до 19 – время соучастия, когда можно научиться чему-то новому. А с 19 до 23 – время впечатлений, можно насладиться спектаклями и музыкальными номерами. На фестивале у нас каждый год очень большое количество уникального контента. То есть это главная его фишка, что это не фестиваль, как бы не про гастроли, а про то, что происходит здесь и сейчас. То есть все вот это, что мы видим, спектакли, которые будут вечером и так далее, они были сделаны специально для этого фестиваля. Их можно посмотреть здесь, эти площадки, они больше никогда не повторятся, они все уникальны. На Волгофесте можно будет увидеть великана Алан Гассара и зверей-странников, прогуляться с перформативным аудиогидом «Сказочность», исследовать лабиринт, заблудиться в зеркальном лесу, отведать волжской кухне, увидеть жилище древнего волжанина, познакомиться с бабой Его и даже оказаться в желудке у чудища. Волгофест носит не только развлекательный, но и образовательный характер. Ведущие самарские музеи развернули тематические экспозиции прямо на пляже. На нашей выставке представлен древнейший, легендарный народ, его достижения, которые нам необходимо знать. Речь идет о древних ариях, о которых слагаются и в настоящее время легенды, настоящие былины и сказки. Центр исторического моделирования представил экспозицию, посвященную действительно легендарному народу. А вот работники музея Алабина решили показать, как могло бы выглядеть сказочное жилище волжанина. Нас интересует человек, живущий в этом месте, волжанин, скажем так. И мы выяснили, что раньше волжан называли волгарями. И, конечно же, их жилища располагались прямо-таки у реки. И вот мы попытались воссоздать такую избу с коньком, где по периметру, по стенам сушится рыба, которую он только же недавно поймал. Волгофест – это прекрасное место, чтобы провести последние дни лета со своими близкими. Яркий волжский фестиваль точно не даст заскучать. Я истинная волжанка, я очень люблю нашу Волгу, я постоянно провожу время на нашем пляже, на нашей набережной замечательно. И обожаю фестивали Волгофест, я посещаю все эти фестивали. Точкой просвещения Волгофеста стал фестивальный клуб. Детство, как явление, раскрывается с самых разных сторон. В теории и на практике, в психологии, в науке, в искусстве. В качестве спикеров выступают ведущие специалисты в областях педагогики, образования, а также создатели проектов для детей и родителей. Кульминацией фестиваля станет демонстрация скелета древнего лоушского ящера-волгозавра. Организаторы приглашают принять участие в его раскопках, а еще разобраться в культурах пляжной и допляжной эры Самарской набережной. Завершится фестиваль в воскресенье 28 августа. Светлана Кудрявцева, Александра Гусева, Константин Головин. События. Веселые песни, задорные танцы, а главное – теплая соседская атмосфера. Большой праздник двора «Яблочный спас» прошел в железнодорожном районе Самары. Главными героями праздника стали пироги со всевозможными начинками – вишней, капустой, картофелем. Их жители испекли сами. Самые яркие моменты этого дня в нашем сюжете. С соседями нужно дружить, уверены жители железнодорожного района Самары. На звуки музыки во дворе на улице Никитинской выходят десятки семей из окрестных домов. Здесь настоящий праздник. На детской площадке собрались все те, для кого детство – это не только отрезок времени, но и состояние души. Заняты все скамейки, а кто-то наблюдает с балкона. Такие праздники уже стали традицией. Соседи вместе отмечают и Новый год, и Масленицу, а сегодня провожают уходящее лето. Праздник этот очень хорошо встречает жителей нашего дома. Они у нас вот такие доброжелательные, отзывчивые, добрые. Что бы я их ни попросила, они делают все для того, чтобы здесь было уютно. И всегда у нас праздники проходят на урак. И многие нашему дому даже завидуют. Я говорю, вы не завидуете, приходите к нам, мы будем вместе праздновать. Подвижные игры, загадки, конкурсы и детский смех. Ребята показывают свои таланты, а старшее поколение с удовольствием наслаждается теплой дружеской атмосферой. Вечер открыл ансамбль танца «Карнавал» с номером «Чабатуха». Также на площадке звучала живая музыка. Выступающих зрители поддерживали аплодисментами, подпевали и водили хороводы. Если выйдешь ты мне навстречу, даже глянет гром, не замечу. Если дождь такой ждать не будешь, значит любишь ты, значит любишь. Торжество всегда проходит при поддержке районной власти и депутатов. Любая инициатива жителей находит отклик. Ведь только совместными усилиями можно добиться результатов. За такими посиделками жители дома часов не наблюдают. Проводить время вместе им всегда в радость. Добрая традиция проведения соседских праздников станет примером для всех остальных, надеются организаторы проекта. Особенно в какие-то трудные времена. Очень важно плечо друг друга, плечо соседа, улыбки, доброе слово, которое всегда поддержит, всегда придадут бодрость духа. Ну и желание двигаться дальше, развиваться дальше, благоустраивать дальше свои дворы, делать их еще краше. Праздник завершился вкусно. Все желающие смогли ответить сдобные пироги с различными начинками, угоститься яблоками, конфетами и душистым чаем из самовара. Светлана Кудрявцева, Ксения Баканова, Сергей Баскин. События. Самара ГИС запустил новый проект «Скажи свое мнение». Ежедневно мы проводим в своем телеграм-канале опросы на самые актуальные темы. И сегодня выясняем, как наши подписчики реагируют на хамство. 56% не связываются, 30% отвечают тем же, 12% очень переживают из-за такого отношения к себе. Вы также можете проголосовать или оставить свой комментарий в официальном телеграм-канале «Самара ГИС». Далее выпуск продолжит обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они пишут на своих информационных площадках. Заключительный концерт летних вечеров духовой музыки состоится 26 августа возле Дома офицеров Самарского гарнизона, информирует телеграм-канал городской администрации Вести Створянской. Дом офицеров Самарского гарнизона совместно с Союзом Бессмертной гусары и командованием 2-й гвардейской общевойсковой армии приглашает всех на закрытие сезона. Концерт пройдет возле памятника Александрийским гусарам в 18 часов. Для гостей выступит военный оркестр 15-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады под управлением военного дирижера гвардии майора Вячеслава Ворушилова. Вновь прозвучат полюбившиеся композиции – вальсы, марши, танго, под звуки которых можно потанцевать и просто приятно провести вечер уходящего лета. Утверждено постановление о выплате единовременного денежного поощрения для матерей-героини, кавалеров Ордена «Родительская слава», сообщает телеграм-канал Департамента опеки, попечительства и соцподдержки. 1 миллион рублей будут получать женщины, удостоенные звания «Мать-героиня», родившей и воспитавшей более 10 детей. Со 100 до 500 тысяч увеличили поощрение родителям, которые награждены Орденом «Родительская слава». Установлена также новая единовременная выплата в размере 200 тысяч рублей тем, кто награжден медалью Ордена «Родительская слава». Орден «Родительская слава» вручается родителям, которые воспитывают 7 и более детей, а медалью этого ордена награждаются родители, воспитывающие 4 и более детей. Администрация Куйбышевского района Самары в своем телеграм-канале поздравляет Ольгу Ивановну Гулину, которой исполнилось 100 лет. Она родилась в Белоруссии, в 1956 году переехала в Куйбышев вместе с мужем, куда его направили по службе. Через два года семья получила квартиру в Куйбышевском районе, на улице Зеленой, где Ольга Ивановна проживает по сей день. С 61 года и до самой пенсии женщина проработала в детском саду одуванчик воспитателем. Со столетием именинницу поздравили глава района Алексей Коробков, сотрудники администрации, трудовой коллектив, родные и соседи. Ольге Ивановне желают юности в глазах, крепкого здоровья и мирного неба над головой. На этом наш выпуск подошел к концу. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте Самара ГИС, на страничках в Одноклассниках и во Вконтакте. Выпуски новостей смотрите на видеохостингах и в социальных сетях. Всего вам доброго и до встречи. Продолжайте следить за новостями.